Продолжение следует... 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 Ну и, конечно, такое призвание мое для души, скажем так, у каждого должен быть проект для души, не только для работы, да, это соционика. Я соционик-консультант, я консультирую людей, ну, обычно в личку, да, то есть встречаюсь с глазу на глаз и рассказываю про его социатив, про сильные и слабые стороны и так далее. Давайте расскажу, что такое вообще соционика. Соционика, если вот так вот говорить таким научным языком, это наука об информационном метаболизме человека. Что такое метаболизм, мы, в принципе, все представляем, это некая переработка, да, то есть как еду мы перерабатываем, да, поглощаем, перевариваем ее, как бы выдаем в свет тоже. Также и информация имеет такое свойство поглощаться нами, определенным образом перерабатываться и выдаваться уже в переработанном виде, скажем так, другим людям. Мы такие люди, которые обладают сенсорами определенными, это глаза, как камеры, да, то есть какие-то тактильные ощущения, слух, запах и так далее. Мы воспринимаем информацию, считываем, скажем так, с окружающего мира. И, естественно, мы не можем там, чтобы понять, что это, например, какой-то материал определенный, да, мы не отрываем кусочек его, помещаем себе в голову, там анализируем. Мы это все воспринимаем чисто информативно, то есть нам не обязательно там даже взаимодействовать иногда вот с какими-то предметами, явлениями и так далее. Информация на нас валится таким целым потоком вообще. Но ученые, скажем так, да, начали ее раскладывать на некоторые части, да, посмотрели, а можно ли как-то выделить какие-то части информации. Вот здесь показан слайд, что на самом деле информация так выглядит, ну, таким одним потоком, но если присмотреться, если сквозь призму, скажем так, чего-то, да, какого-то анализа на нее посмотреть, то она разделяется на некоторые части. Так, вообще выделяют четыре вида таких основных информации. Это информация о пространстве, информация о времени, информация об энергии, информация о материи. Ну, в принципе, все, что бы мы ни взяли, все четыре вот эти, скажем так, элемента, они все описывают, в принципе, да. Соционики они определенным образом называются, я чуть дальше расскажу вам об этом. Вообще, кстати, формат нашей сегодняшней беседы пройдет, может быть, к счастью, может, к сожалению, не знаю, в формате лекции, то есть я вам так выложу кучу информации, да, а потом уже мы с вами поговорим, у кого какие вопросы возникнут, да. То есть дождитесь до конца, может быть, какие-то ваши вопросы в процессе лекции, да, они, ну, то есть как-то нивелируются. Не секрет, что каждый из нас видит мир по-разному, да, то есть кто-то так, кто-то другим образом. Ну, с истоков, да, вообще, в принципе, основоположником психоанализа, да, стал Зигмунд Фрей, да, это он, ну, одним из первых и такой самый популярный стал, был из тех людей, которые поняли, что, ага, в голове там можно копаться, оказывается, можно что-то там анализировать и каким-то образом вообще вот как-то людей, может быть, там, объединять в какие-то группы, да, по общим каким-то признакам и так далее. Его последователем был Карл Густав Юнг, собственно говоря, базис Юнга лежит в основе соционики, то есть то, что он придумал, то есть разделение типа на четыре, разделение людей на четыре типа, ну, так маловато, да, на самом деле, разделение на четыре типа, он вот придумал вот это. И дальше была такая литовская женщина, Аушра Аугустина Вичути, такое сложное у нее имя. Она работала социологом, наблюдала за людьми долгое время, да, и изучая труды Юнга, там, и разных других ученых, она выявила такую систему, скажем так, эмпирическим путем. Она начала замечать, что, ага, вот одни люди вот так себя ведут, да, вот так себя проявляют в жизни, другие люди вот определенным таким образом себя проявляют в жизни, а еще между ними завязываются определенные взаимосвязи, ну, то есть это тоже очень важно, как один тип взаимодействует с другим. И в связи с этим, то есть она, система соционики выделяет 16 типов информационного метаболизма. Сразу говорю, что все всегда хотят себя считать, я 17-й социотип, я не такой, как все. Это, на самом деле, ну, обычная человеческая такая психология, мы не хотим, скажем так, да, себя заковывать в рамки, но на самом деле это никакие не рамки, это просто нам помощь такая, да, в самоанализе, то есть как себя воспринимать в отношении к другим людям. И, например, да, мы же не говорим о том, что я вот мужчина или я, например, женщина, и это определенные рамки для меня, я не могу быть мужчиной. Да, мы просто реализуем себя, свой пол. Так же и здесь, в принципе, так. Так, ну вот, тоже хотелось бы сказать, что у каждого типа информационного метаболизма, то есть из 16, внутри такой свой моторчик, свой вид двигателя, да, всего вот, ну, то есть мы знаем, сколько там электрический двигатель, дизельный там, да, там, бензиновый. Ну, я просто не очень разгораюсь, но примерно, да, такая аналогия. Вот, так в мозге есть то же самое, то есть определенный вид. По факту, ну, то есть в итоге, да, мы всегда получаем движение, да, так же, как от двигателей. То же самое, мы мышление получаем определенное, да, определенным способом. Ну, и хотелось бы сказать, ну, то есть уже не буду слишком много воды, может быть, все хотят перейти к сути. Информация о пространстве, о, помните, я вам только что говорила, да, времени, материи и энергии, эти все вещи называются в соционике определенным образом. Это логика, этика, сенсорика, интуиция, ну, и там дальше другие всякие вещи. В соционике есть такая штука, что, ну, то есть противопоставляются, называется дихотомии, противопоставляются одни понятия другим. И если мы будем, как бы, коротко рассказывать о соционике, то есть люди логики, а есть этики. Что это такое примерно? Ну, уже у всех пошли какие-то свои мысли, да, то есть по этому поводу, так, кто я, логик, этик и так далее, да. Если коротко говорить, на самом деле этих описаний достаточно много. Логики – это люди, которые руководствуются целесообразностью вообще своих действий, да, логическим мышлением, они не будут делать что-то просто так, да, то есть они больше такие сухари, сухарики такие. Вот, этики больше направлены к людям, они воспринимают эмоции людей, они воспринимают чувства других людей, могут объяснить свои эмоции, чувства и так далее, да, то есть это такие повернутые к обществу, да, люди в плане общения. Кто-то уже понял, кто, кто есть кто? Просто повернутые – это уже как бы не здоровье. Да, логики противопоставляются этикам. Если вы логик, то вы этиком не можете быть, если вы этик, логиком вы не можете быть. Все есть у всех, и не то чтобы этики – это такие вообще абсолютно бесшабашные, антилогичные люди. Нет, на самом деле все есть у всех, просто определенная доля, да, ну, то есть разные соотношения вот этого логического и этического в каждом из нас, они разные. И хотелось бы привести пример, да, людей известных, вообще всех-всех-всех смеются над этими моими примерами, ну, отлично. Как вы думаете, кто здесь логик, кто этик? Этик. Совершенно верно, да. Человек эмоциональный, да, который ярко выражает свои эмоции. Вы серьезно? Прям да. Ну, на самом деле мы знаем, что Борис Николаевич Ельцин был такой достаточно сухой, да, человек. Это, кстати, вот у этих людей известных очень похожие типы, только различается логика и этика. Спокойный, да, такой, ну, то есть, грубо говоря, даже его подача, да, ну, такая спокойная, безэмоциональная, монотонная, можно даже сказать, да. Ну, и здесь эмоциональная, да, там, ну, все мы знаем про Велевая Киркорова, такие всякие вещи, которые в СМИ обсуждались про розовых кофточек и так далее. Следующее разделение — это сенсорики и интуиты. Здесь уже посложнее, да, что такое сенсорики, что такое интуиты. Объясню. Сенсорики — это те люди, которые воспринимают мир чувственно. То есть через тактильные ощущения, через, скажем так, через восприятие того, что есть здесь и сейчас. Это такие, скажем так, приземленные достаточно люди, да, которые вот понимают, где они находятся, они воспринимают пространство очень хорошо вокруг себя, они такие тяжелые, можно сказать, да. Ну, и интуиты в противовес — это люди, скажем так, которые находятся в области каких-то теорий, вообще это в основном теоретики, да. Они находятся в области концепции, и они не находятся здесь и сейчас, они находятся либо далеко в прошлом, либо далеко в будущем. Есть какие-то уже мысли по поводу того? Кто точно понял, что он сенсорик? Ну, ты знаешь просто, да. Еще не поняли, да? На самом деле, конечно, и то, и другое есть у всех, да, вот это чувственное восприятие мира. Просто это такая направленность, скажем так. Сенсорик, он видит мир очень четко вокруг себя, все четко воспринимает, пространство и так далее. Интуит видит все помутнее, скажем так, но далеко. Ну, это как в такие вот тоже метафоры. У меня, я считаю, что это отличный пример. Как вы думаете, кто из них сенсорик, кто интуит? Какие еще варианты? Просто смотрите, здесь подсказка, да, противоположности. Кто-то из них сенсорик, кто-то интуит. Ну, на самом деле, достаточно тут понятно и ясно, что Сталин сенсорик, да, это такой человек конкретный, да, находящийся здесь сейчас. Какие-то перспективы далекие его особо не интересовали, да, он не интересовался, вот здесь и сейчас, вот то, что происходит, он как бы, ну, то есть делает мир вокруг себя здесь и сейчас. Джеки Чан интуит, он постоянно придумывает всякие новые трюки, он постоянно выдумывает что-то, он находится вот в области вот таких вот идей, да, концепций и так далее. Здесь уже вижу посложнее. Дальше, еще одно разделение, то есть здесь вы видите такое, скажем так, ну, вообще попсовые такие названия, да, экстраверт, интроверт и так далее. Хотелось бы сказать, что в соционике это не совсем такие популяризированные понятия, то есть они здесь значат немножко больше. Экстраверт направлен вовне, то есть ему интересно, что снаружи, сам себе он не интересен, то есть он не хочет копаться в своем глубоком внутреннем мире и так далее. Он, ему интересны другие люди, ему интересно, что происходит вокруг, он как бы экстравертирован, направлен вовне. Интроверт все пропускает через себя, через свое личное отношение, через свое мнение, скажем так, да, как я чувствую, как я думаю и так далее. Кто увидел в себе экстраверта, скажите, пожалуйста. Так, никто в себе ничего не увидел? Все остальные интроверты? Ну, потом, да, спрошу обязательно. Смотрите, да, вообще, на самом деле, когда рассказываю про соционику, очень часто возникает такое, опа, а у меня и то, и то есть. А как так, по ситуации, да, я бываю и таким, и таким. На самом деле, ну, то есть, это кажется. Нам всем очень, ну, это правда, это правда жизни, нам очень хочется быть всесторонними. Нам очень хочется охватить все, чтобы мы это умели, и это умели, и это умели. Но на самом деле, если мы посмотрим реально, да, на то, как мы себя ведем, можно увидеть вот эту тенденцию, да, склонность к тому или к другому. Поэтому есть такое, ну, то есть, нужно время, чтобы подумать, действительно, понаблюдать за собой и так далее. А есть еще такая дихотомия. Это сложная, на самом деле, дихотомия, ее достаточно трудно объяснить. Рационалы и рационалы. Чуть-чуть скажу, да, по этому поводу. Рационалы — это те люди, которые, скажем так, думают рационально. То есть, если появляются какие-то новые условия, да, то они меняют, скажем так, свою стратегию, да, и уже как бы вот у них такой путь очень ветвистый, да. Рационал всегда хочет, скажем так, вкрутиться в ситуацию и решить ее, да, то есть рационально вот так. И рационалы, они мыслят ситуациями. То есть, ну, ситуация такая, я здесь буду так себя в ситуации вести. Ситуация другая, я немножко поменяю свое поведение или, например, уйду от этой ситуации. То есть, такое иррациональное мышление. Здесь, на самом деле, даже картинки особо нет, потому что, ну, трудная дихотомия, очень сложно вот так вот объяснить. Много, много разных описаний на эту тему, не заморачивайтесь. Я как бы больше, я на самом деле больше люблю практическую соционику, да, то есть, ну, зачем она, как ее применять в жизни, ну, и так далее. Я дальше вам буду рассказывать. Ну, и вот эти дихотомии, да, противоположности, они в разных комбинациях дают нам определенные типы. Например, мы можем взять там кого-то, да, логик или этик. Логик, допустим. Логик, интуит, экстраверт, там, рационал. И то есть, получается, логикоинтуитивный экстраверт, допустим, да. Или этикосенсорный интроверт и так далее, да. То есть, вот эти все комбинации, они нам дают в итоге 16 типов. Простая математика, можно сказать и так. Так, да, всего 16 типов. Так, дальше что у нас там? А почему они? Ага, ага, сейчас, секунду. Ну, на самом деле, для чего вообще нужна, секунду, что-то у меня тут... Для чего вообще нужна соционика, да? На самом деле, мы всегда вообще, в принципе, в жизни, да, то есть, на протяжении жизни, и на протяжении всех веков, все поколения пытались изучить себя. То есть, какой я, какой я человек, какие у меня качества, как, ну, то есть, как я взаимодействую с другими людьми. И на самом деле, очень сильный рост вообще, в принципе, там, на любом поприще, да, будь то в работе или в личной жизни, или там, в учебе и так далее, мы получаем тогда, когда мы осознаем себя такими, какие мы есть. Ну, то есть, вот принимаем себя такими, какие есть, и перестаем, скажем так, бороться за место под солнцем, да, перестаем быть «я и здесь хочу, и здесь хочу», да. И на самом деле, вот, у многих философов такие концепции, ну, то есть, там, разные архетипы, например, да, вот, когда ты в определенный архетип попадаешь, у тебя, ты как бы попадаешь в определенную волну. И если действительно познавать себя, то я вообще называю соционику «ракета самопознания». То есть, ну, мы, там, ходим в психоаналитику, познаем себя в каком-то ключе, еще какие-то системы изучаем, смотрим на поведение, там, свое в отношении других людей, и, как бы, в течение жизни все равно себя анализируем, так ведь? Ну, то есть, мы смотрим, а какой я на самом деле, да. И соционика, когда вы определяете свой социотип, она вам дает такой большой толчок. Вы перестаете сомневаться в себе, перестаете, то есть, а может быть вот так, а может быть вот так. Вы четко, конкретно начинаете, ну, быть направленными, скажем так, да. И в этом основной профит именно, ну, самоизучение, на мой взгляд. Но еще помимо, помимо, ну, кстати, да, вот еще хочется сказать, тут видно или нет, каждый социотип, он называется по-научному, то есть, там, логика, интуитивный интроверт, там, и так далее, да, вот эти все вещи. Но Аушера Агустина Вичути, она поняла, что соционику нужно продвигать в массы, иначе зачем она нужна, да, то есть, каждый должен знать свой социотип. И она придумала такой ход конем, она назвала каждый социотип примерно похожим на него персонажем. Вот, например, давайте посмотрим, как это все выглядит, да, например, тип Наполеон. Какой образ сразу приходит? Да, вы, просто, какой образ сразу приходит? Дороглый толстяк не вызывал. Я отвечаю. Мм? Почему? Да, да. Такой волевой, да, человек. А я кто? Сильный такой, ну, экстравертный, скорее всего, да, такой любящий себя, такой вот человек. Например, давайте еще. Гамлет. Мечтающий. Гамлет, это такой эмоции, да, которые выдает, скажем, и все, кстати, типы названы так мужскими именами, так что. Гамлет, это такой эмоциональный, да, вот театральный, театральное что-то, да, в этом присутствует такая драма, надрыв. Есть такое? Образ сразу возникает. Ну, или, например, Штирлиц. Какой образ сразу возникает? Тихонов. Ну, кстати, Штирлиц, Тихонов был по социотипу логико-сенсорный экстраверт Штирлиц. Очень хорошо работает эта тема в кино. Ну, какой? Сухарь такой, да, собранный, такой поджарый весь, да, следит за временем, закрытый, да, очень такой наблюдатель со стороны, не слишком выпячивает себя и так далее. Ну, и каждому образу, ну, вот можете посмотреть Дон Кихот, например, да, это искатель такой, искатель приключений, скажем так, да. Дюма, Гюго, Робеспьер, Наполеон, Бальзак, Джек Лондон, Драйзер. Вот так называются социотипы, скажем так, для популяризации. На самом деле у них есть, конечно же, научные названия. Существует такое слово, как дуальность. Вообще дуальность и двойственная природа человека, она очень характерна для многих философий, для многих учений. И мы, в принципе, все понимаем, что, ну, мы несколько неполноценны в одиночку, да, то есть вот у нас, ну, не так сильны, как можем быть с кем-то сильны, да. И дуальность — это определенный вид отношений соционических, да, но это самый комфортный, самый приятный, самый продуктивный, самый классный вообще, в принципе, вид отношений, который только может быть. Я вам могу сказать на практике, это действительно так. И, ну, к дуальности, на мой взгляд, да, нужно стремиться, нужно искать себе, вот, ну, то есть дополнение. Грубо говоря, вы вот определенная такая половинка. Есть такие картинки, я не половинка, я родился целым. Но, тем не менее, все равно мы несколько неполноценны всегда, и нам как бы нужна вторая половинка. Она не обязательно должна, скажем так, в там, ну, я не знаю, в супружестве, да, реализовываться. Это может быть друг, это может быть товарищ какой-то, там, сестра, брат и так далее. Вообще любой человек, который имеет социотип дуальный вам. И, грубо говоря, мы видим мир, ну, то есть вот таким вот образом. Справа, например, вот у меня вот такая сильная область, которую я вижу, замечаю, могу обсуждать. А вот слева такое слепое пятно, которое, ну, так как бы не очень хорошо я вижу все эти вещи. Например, там, интуиты очень плохо чувствуют свое тело. Ну, то есть они могут забыть поесть, например, да, они могут там, скажем так, ну, забыть о том, что существует вообще, ну, то есть их тело, унесясь, скажем так, в свои мысли какие-то. Сенсорик никогда не забудет про свое тело, он чувствует очень хорошо его и так далее, да. И он, ну, сенсорик интуиту всегда подсказывает. Оденься потеплее, допустим, да, там, покушай, ну и так далее. То есть вот такие какие-то вещи, которые сенсорик... Как жены делают. Мам, и в жены. Возможно. Ну, это определенная забыла. Я просто еще, ну, не нужно забывать, что я еще говорю из своего социотипа и определенным образом на ваш социотип воздействую. Ну, то есть вы можете воспринимать мою информацию прям полностью, да, грубо говоря. Вы можете воспринимать ту информацию сейчас, которую я выдаю полностью и прям вот понимать, о чем я говорю. А можете так, типа, что это? Это тоже взаимодействие социотипов. Поэтому я сейчас говорю о своем социотипе. И вот у меня там, ну, в моей квадре там, да, вот именно эта забота, да, там, опека, она очень свойственна. Ну, то есть в ценностях, скажем так, поэтому я об этом и говорю. Ну, в общем, дуальность — это самый комфортный тип отношений, можно так сказать. Определение типа. Вообще, на самом деле, это определение социотипа своего, да, это краеугольный камень соционики. Сейчас, грубо говоря, соционика, она такая цельная, да, вся система продуманная, все, она такая закрытая, то есть там нечем развиваться, оно как бы вот просто рассказывает, что вот так есть. Но проблема в том, что определить свой социотип достаточно трудно. Вы сейчас уже, в принципе, прочувствовали, да, что, ага, как это так и так у меня бывает, еще вот, ну, то есть всякое разное бывает. Как же определиться, какой я на самом деле? Существуют разные вообще методики, разные методики определения социотипа. Первое, что вы можете встретить на просторах интернета, это тесты. Ну, типа там, знаете, как в Космополитен, тесты, а вот в этой ситуации как вы поступаете так, а вот так там и так далее. Я лично очень не доверяю тестам, потому что мы сами порой себя очень не знаем. Ну, то есть трудно ответить. Сегодня у меня такое настроение, я отвечу вот так, сегодня так. Еще очень часто бывает, что человек хочет быть определенным. То есть у него есть какая-то, ну, такая, скажем так, такой пунктик, например, по поводу того, что он очень хочет быть логичным. Хотя на самом деле по факту в жизни он, ну, так себе логик, да, а он вот очень хочет быть логичным. Он обычно вот в тесте нажимает, я очень логичный, я прям по строениям занимаюсь логических каких-то там концепций и так далее. И поэтому соционические тесты, они очень, не очень, такие очень недостоверные, скажем так, да. Можно пройти, я очень рекомендую вам пройти, хотя бы, ну, если вот зацепила тема, ознакомиться с этой, ну, с этим тестом, возможно, и попадет, а возможно и нет. Это как, все будет хорошо, в крайнем случае нет. Дальше. Есть специалисты, которые определяют социотип по, например, письму. Есть такой, ну, такая практика, например, вы садитесь и пишете сказку. Ну, прям вот сказку, жила-была, там, ты-ты-ты-ты и все, всякое такое. Просто без зачеркиваний, просто вот как есть. И потом вашу вот эту вот писанину анализируют и вычленяют, скажем так, да, слова, которые вы чаще всего используете. Все это всем, вы как-то, вообще разные эмоции такие вижу на ваших лицах, очень разные, так забавно. Ну, мне хочется, чтобы все такие, да, соционика. Ну, это, да, ладно, я шучу. Ну, такой лингвистический анализ происходит текста, да, и, ну, выявляется социотип. Тоже, ну, достаточно достоверная штука здесь, как и в любом, в принципе, деле, главное найти хорошего специалиста. Это, как бы, мы все знаем, да. Дальше я занимаюсь такой штукой, как визуальная диагностика. То есть по лицу можно определить социотип человека. Очень много людей, вообще 60% говорят, что нет, мы все такие разные, мы все такие. Ну, на самом деле, для человека, который определяет по визуальной диагностике социотип, мы такие голенькие прям все ходим. По нам можно очень хорошо, очень хорошо узнать все вообще. Но на самом деле вы даже можете, то есть у человека в психике есть этот инструмент, мы смотрим на человека и определяем, да, свой он или чужой. Вот знаете, есть в самолетах, там, в реактивных, да, военных, такая система свой-чужой, знаете, наверное, да, когда получается один, что, ну, в небе-то не видно вообще, кто свой-чужой, одинаковые самолеты, серебристые или белые там, или еще что-то. Он посылает сигнал на этот самолет, и если обратно не возвращается, как бы, тот нужный сигнал, то это значит чужой. Если возвращается, значит свой. И на самом деле, смотря на других людей, мы можем определить свой или чужой человек. Частенько, наверняка, у вас бывало такое, что вы смотрите на человека, и вот понимаете, злой он или добрый, например, да, отзывчивый он там, или холодный, есть такое? Ну, мы на самом деле склонны это видеть, и по внешнему виду, если, знаете, вот, всегда вот есть один йог, садхгуру его зовут, он говорит, что на самом деле мы можем все видеть, но если просто очень внимательно посмотрим, то есть, ну, вот прям вот в корень, в корень. Я занимаюсь визуальной диагностикой, я работаю со специалистом, который определяет социотипы, он находится в Киеве, уже он такой седовласый старец, и очень долго этим уже занимается. Он вообще, в принципе, разработал эту систему и запатентовал ее, ну, очень серьезный чувак, вот. И хотелось бы рассказать вам о визуальной диагностике, ну, чтобы у вас хотя бы примерно было какое-то представление вообще. Сейчас тоже будут смешные примеры. На самом деле по лицу видно вообще, ну, очень много, а социотип особенно. Социотип очень сильно влияет на нашу жизнь, конечно, есть свои личные какие-то вещи, воспитательные, культурные и так далее, но социотип – это большая часть вообще, в принципе, нас, и поэтому важно ее, да, уметь определять. Здесь вы видите три человека одинакового социотипа. Джим Керри, Шварценеггер, и я не помню, если честно, как его зовут, тоже какой-то актер. Вы можете видеть, посмотрите, а? И третий. Что? Одинакового социотипа. На самом деле, ну, я еще подобрала такие варианты, как бы, чтобы вам было, ну, более наглядно, скажем так, они действительно похожи, вот если посмотреть, да, мы сейчас будем с вами смотреть других еще людей, вы увидите разницу, вообще в сравнении очень хорошо тоже просматривается это все. Посмотрите, обратите внимание на форму бровей, да, прямая такая, да, так чуть-чуть с уголком. Форма губ, такие плоские губы, да, видите, такая выемка здесь. Носы примерно такие, да, похожие. Линия роста волос, например, да, вот, ну, никто не думал, что линия роста волос каким-то образом вообще за что-то там отвечает, что по ней можно что-то там увидеть, да, наверное. На самом деле, форма лица, да, и даже, на самом деле, если вы начнете там глубже копать, да, там, в интернете почитаете про это, даже прически, которые предпочитает человек, характеризует его социотип. На самом деле это так. Это логико-сенсорный экстраверт Штирлиц. Вот они как раз такие, да. На самом деле Штирлицы очень разные бывают. Например, вот Джим Керри, он как бы особняком, да, таким стоит, но потому что он выбрал свое такое амплуа. И если вы почитаете его биографию, он очень сухой, закрытый, вредный капец вообще. Про него вот все коллеги его говорят, что это, ну, невозможно прям с ним общаться. Он такой очень, очень, ну, не грубый, я не знаю, ну, вот такой неприятный тип-то. На самом деле, если их в ряд там с теми же самими поставить, да, то вы тоже увидите определенные сходства, да. Но здесь я представила вам, насколько люди могут быть похожи. То есть, ну, это просто практически одно лицо. А вы, может быть, не догадались, что это два разных человека? Это Мэтт Дэймон, да, актер, и Гарик Бульдог Харламов. На самом деле, очень супер похожи бывают люди. Знаете, наверняка, вот тоже наверняка попаду в точку, если скажу, что бывает, что смотришь на человека, и вот что-то вот в нем напоминает какого-то знакомого. Вот прям, и причем вот так вот, если сравнить фотографии, вроде как разные люди. Но вот это ощущение, да, вот от человека, его повадки какие-то, черты там и все. Вот, например, вы на меня смотрите, наверняка я вам кого-то напоминаю, наверняка. Нет? Ну, это, кстати, хорошо, да. В общем, есть такие вещи, которые вот, они незримые такие, да, то есть вот какие-то повадки. Соционика, ну, социотип, он проявляется вообще во всем, то есть таким образом, как мы выдаем, да, информацию, я как бы кратко, да, поэтому некоторые вещи упускаю немножко. Ну, то есть мы выдаем информацию определенным образом, да, то есть если логик, то такой сухой, да, то есть, ну, мало каких-то эмоциональных движений и так далее. Если этик, ну, вы поняли, наверное, да, что я этик, то, ну, то есть это более эмоциональные какие-то выражения, например, своих чувств и мыслей и так далее. Поэтому похожесть, это вот относится к социотипу. Социотип, он как скелет личности, да, на него уже мышцы наращиваются. Тоже три человека с одинаковым социотипом. Даже, я говорю, прически, которые выбирают определенный социотип, они действительно вот прям бывают похожи. И вот в описаниях у Аушер есть там, например, что предпочитают носить усы, например, определенный тип. Максим Горький, логико-сенсорный интроверт, предпочитает носить усы, я вам серьезно говорю. И вот смотришь, например, да, ну, я часто работаю вот со всякими фотографиями, да, определением социотипа. И вот смотришь, ну, блин, вот усы, понимаете, и вот конкретно у этого типа. Я вот иногда удивляюсь. Посмотрите, пожалуйста, тоже форма губ, да, это социотип, этико-сенсорный экстраверт Наполеон. Это наполеонки в женском обличье, скажем так, да, это властные такие женщины, такие сильные, скажем так, да. Да, и форма глаз, посмотрите, пожалуйста, форма бровей, изгиб. Это уже не прямые такие брови, да, это уже определенный изгиб, например, да. Я просто обращаю на ваше внимание, да, на вот эти все вещи. Это все-таки интуитивные знания, которые достаточно трудно так словесно передать, но можно почувствовать. Форма носа, вот, например, да, вот крылья носа вот такие очень сильно вот сюда закрученные, да, ну, то есть вот такое. Если мы посмотрим на форму носа вот этих людей, да, у них больше такие кругленькие вот здесь вот крылья носа, да. А если вот здесь, то такие более острые. Ну, если замечать, да, все эти вещи, то можно их разглядеть. Ну, и вообще согласны, да, что, ну, действительно похожи. Есть такое? Прекрасный пример на самом деле. Даже, посмотрите, пожалуйста, это все этикоинтуитивные экстраверты, гамлеты. Помните, как я говорила, да, Гамлет, это артистичный такой, весь такой на эмоциях. Он может управлять эмоциями других людей, он может создавать какую-то определенную эмоцию. И внешне, посмотрите, пожалуйста, никто бы никогда не сравнил, да, этих людей до этого дня. Вот. Вспомним Реву, вспомним Нагиева, да, так как мы их можем видеть действительно в жизни, и они очень похожи. По подаче, по даже вот интонации, голос похож. Леонтьев тоже этикоинтуитивный экстраверт, его тоже подача, да, мы словесно его, может, не слышали, да, только, ну, потому что он певец, да, не ведущий. Но, тем не менее, его подача экспрессивная такая, да, такая вся, как сказать, эпатажная, да, то есть эпатаж вот в каждом из трех этих людей, он прям присутствует вообще очень сильно. Ну, это, конечно, очень яркие представители, в артистичной среде все гипертрофировано очень, так что, ну, мы видим прям каждую деталь в жизни, конечно, все поспокойнее бывает. Тоже три, здесь уже такой, тоже очень похожие, это логикоинтуитивные экстраверты, Джек Лондон тип называется. Тоже подобрала похожих людей для того, чтобы вы могли сравнить, действительно, ну, вот так вот смотришь, вроде никогда в жизни, но, кстати, есть такие сравнялки всякие, вот, может быть, видели, да, в интернете, разных актеров совмещают фотографии и действительно бывают очень похожие. Вот эти очень, ну, там, то есть, смотрите, форма носа, да, уже здесь там такой круглый кончик, ну, такой широкий, да, тоже такие ноздри, например, там тоже брови прямые, потому что логик, да, здесь у логиков больше прямые брови, а у этиков более такие, скажем так. Хочешь быть логиком, что ли? Вот, опять же, следующий слайд, это очень похожие люди, типа Мэтта Дэймона и этих, господи, и Гаррика Бульдога Хриламова, тоже две просто одинаковые барышни, абсолютно, Сара Джессика Паркер и Юлия Ковальчук, да. Правда, ну, очень, и подача тоже такая, они такие вот, как бы, нежные такие, скромняшечки, это интуитивно-этический экстраверт, да, то есть, они вот такие все, ну, у интуитивно-этических экстравертов вообще частенько такая подача, вот, поэтому здесь можно посмотреть, да, форму губ, форму носа, глаза, брови, линия роста, вообще все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok